Приветствую вас. Смотрите, какая штука получается. Во-первых, я не очень понял, для чего вы опубликовали дату, вот, то есть, зачем нам дата рождения. Вот, может быть, вы обращались в роде эзотерок. Ну, в таком случае, наверное, вам имеется смысл переадресовать свой вопрос туда. Ну, смотрите, получается, как? Получается, какой момент? Вы начали встречаться с мужчиной холостяком. Который никогда не был женатый, который, в общем-то, не имеет детей. Ну, не имеет, не хочет детей, не хочет семью. Вот. Человек такой, я не уверен, но подозреваю, что вы знали о том, что человек такой. И, тем не менее, вы одного забеременели и, что интересно, решили, решили ребенка оставить. Вы решили ребенка оставить, и тут же говорит, что меня ситуация, что мужчина не хочет на мне жениться, и не предлагает совместное проживание, как-то унижает. То есть, получается, вы оставляете ребенка от человека, который не готов к семье, не готов с вами к совместному проживанию, и вообще не хочет, не хочет на данный момент расставаться со своей свободой, и вас это унижает. Тут противоречие и проблема. Получается, что вас унижает то, какой выбор вы совершили. Вот. И это, в общем-то, и есть ваша проблема. Вот. Это и есть ваша проблема, которая требует своего разрешения. Потому что мужчина вам ничего не обещал. Ну, разве что только вот по вопросам предохранения в интимной жизни. Тут не совсем понятно, и не совсем понятен его подход, и не совсем понятны ваши ожидания, да. То есть, чего вы ожидали, когда, ну, вот хотели там, допустим, оставить ребенка, и вы ожидали, что мужчина поменяет свою точку зрения, и что, что он решит быть с вами, а почему вы так решили, с чего вы так решили. Не очень понятно, если честно. Вот. То есть, вот это противоречие нужно разрешить. Ну, и совершенно очевидно, что у вас здесь есть некто и такие определенные стереотипы, что если женщина беременна, ну, беременна одна, да, беременна, если уходит беременна одна, возможно, никого нет, если женщина рожает одна, то это значит, что у нее там что-то не так с репутацией, да, так она вот какая-то не такая, что вас унижает. И, ну, опять же, здесь идет, как бы, отрицание, с одной стороны, своей ответственности за решение оставить ребенка в такой ситуации. С другой стороны, здесь идет акцент на мнение других людей и на какую-то неуверенность в себе, в своих силах. Вот, не принять, не принять себя, что ли, ну, в чем-то. Вот. Поэтому никого подталкивать не нужно, ломать тоже никого не нужно. Мужчина, если он созреет, он обязательно сделает вам предложение. Ну, я не знаю, хотели бы вы, чтобы человек сделал вам предложение только из-за того, что вы беременна. Вот. Честно говоря, на этот вопрос ответа у меня нет. Вот. То есть тут у вас, ну, точно, вероятно, с самооценкой надо бы поработать. Что-то вы себя цените, ну, цените себя недостаточно, явно, здесь. Вот. А-а-а, в принципе, такой ответ я мог бы вам дать. А-а-а, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok